Итак, уважаемые дамы и господа, я всех приветствую на нашем праздничном вебинаре на моих часах 19 часов по московскому времени. Меня зовут Александр и сегодня 11.11.2019. В интернете какая-то безумная движуха, все устраивают какие-то киберпонедельники, всемирные дни шопинга, балуют огромными скидками, супервыгодными предложениями. И все почему? Мы с вами, конечно же, знаем почему. Потому что сегодня проекту Whole World исполняется 8 лет. Ну и уже исполнилось, поэтому можно смело похлопать, поздравить, задуть свечки и налить бокалы шампанского. Но прежде чем мы начнем вебинар, я хочу проверить, как меня слышно. Вот вижу тут несколько плюсиков, все отлично. Ну, вроде бы техника сегодня не подводит. Здорово, друзья. Ну, отметить вы сможете, безусловно, после сегодняшнего вебинара, потому что новости, которые я вам сегодня расскажу. Ну и, конечно же, мы с вами там подведем какие-то некоторые итоги этого восьмого года работы нашего проекта. Потом, конечно, будет очень интересно все это вам услышать. Но давайте начнем вот с чего. Начнем мы с того, что вспомним вообще, для чего мы с вами этот проект затеяли. Да, что мы тут делаем. Зачем вообще все это, да? Whole World. Всем миром. Наш проект называется. Это программа развития общественной благотворительности. И запустился он в 2011 году. Так получилось. Совершенно случайно. Даже мы не планировали. 11 ноября 2011 года. То есть, 11-11-2011. Ну, видимо, это такое счастливое совпадение, потому что сегодня мы с вами отмечаем уже 8 лет нашему проекту. И раньше мы говорили каждый новый год, каждый новый день рождения в смысле, что вау, как круто. Вообще мы не знаем проектов, которые живут так долго, процветают и развиваются. И все восхищались. А сейчас, видимо, мы уже перешли такую вот эту границу, что все просто это приняли как должное. И просто уже вообще не удивляются тому, что проекту Whole World исполняется 8 лет. Потом 9, 10, 20, 30, да, будем с вами отмечать. Ну, в общем, вы поняли, да, то, что проект Whole World уже всем все давно доказал. И не нуждается в каких-то дополнительных утверждениях, убеждениях, оправданиях и так далее. То есть, наша с вами концепция, концепция партнерского фандрайзинга работает. Это уже неоднократно доказано, проверено и принято не всеми, возможно, но широкой общественностью уж точно. У нас с вами более миллиона пользователей. У нас с вами многомиллионные обороты. И это очень здорово. Да, кстати, ну фандрайзинг фандрайзингом, безусловно. То есть, кто не знает, может быть, этого термина, это сбор деятельности. Фандрайзинг – это деятельность по привлечению денежных средств на общественно полезные и социальные значимые цели. Ну, в нашем случае мы привлекаем денежные средства на благотворительность. И нашим центральным партнером является одноименный благотворительный фонд всем миром международной помощи детям. Ну и, соответственно, в этот фонд поступают все ваши благотворительные пожертвования. Ну и вторая часть нашего фандрайзинга – это финансовая мотивация фандрайзеров, которые как раз и своей деятельностью вот этой вот способствуют тому, что денежные средства поступают на благотворительность. Вот такая вот незамысловатая концепция, и она действительно очень круто работает за счет того, что у всех есть такая вот корыстная составляющая, все хотят зарабатывать. И вот эта вот жажда наживы, можно смело так ее называть, она в данном проекте работает на благие цели. Вот так вот мы перевернули общепринятые понятия и сделали так, чтобы это работало на благо. Ну, в общем-то, это всем нравится. Но прежде чем мы пойдем и какие-то итоги с вами посмотрим, знаете, я сегодня буквально с утра вспомнил случай, ну даже не случай, а вспомнил наш первый лидерский саммит, который был в далеком 2012 году, в Санкт-Петербурге мы собирались на тот момент самыми активными участниками, тогда еще наш проект на старте назывался Goldline International, кто помнит, и ему еще даже одного года не исполнилось, это было 22, по-моему, сентября 2012 года. И вот тогда перед тем, как даже не в конференц-зал, а в банкетный зал войти, мы собрались все перед дверями, занимается Goldline, и вот в процессе, так сказать, приглашения своих партнеров он познакомился с замечательной девушкой, и вот они уже два месяца буквально с ней вместе, там все, у них любовь, совет для любой, да. И как бы я поднял тогда то за то, что вот здорово наш проект, он не только имеет всей финансовую какую-то мотивацию, то есть помогает финансово нашим участникам, но и каким-то образом даже влияет, объединяет судьбы, влияет на жизни людей. И вот буквально сегодня одна из наших участниц, которую вы можете видеть вот здесь вот на верхней строчке, зовут ее Ирина, поздравляя наш проект с днем рождения в чате в Телеграме, ну и не только в Телеграме, да, как раз написала то, что очень сильно благодарна проекту Whole World, потому что в ее случае получилось так, что проект стал для нее буквально таким вот судьбоносным, потому что здесь она встретила своего мужа, дальше у них появился ребенок, ну и, конечно же, там проект позволяет им обеспечивать финансовое благосостояние, приобретать недвижимости определенные, да, я с ней буду раскрывать, но, в общем-то, вот эта вот судьбоносность проекта, она действительно осталась и на тот момент мне показалось, что, ну, может быть, такое совпадение, да, но вот это действительно так, то есть, что проект Whole World может влиять на жизни людей прямо вот в позитивную сторону и составлять даже смысл жизни для кого-то, возможно. Это я все к тому, что концепция партнерского фандрайзинга на платформе Whole World работает, это бесспорно, это очень круто, и мы не собираемся ее делать, уменьшать, да, ее влияние на окружающий мир, а хотим, чтобы это все развивалось, росло, крепло и было только активнее, вот, и все наши текущие и будущие движения как раз направлены именно на это, вот, ну и, конечно, здорово, что у нас есть такие лидеры, как Ирина Агапова, так и ее же спонсор информационный Владимир Фролов, да, ну и еще многие-многие имена, не буду сейчас никого называть, дабы никого не забыть и не обидеть, в общем-то, все здорово, ну и вы сами всех их всегда видите на виду, вот, желаю, в общем-то, и вам тоже быть всегда на виду, к тому же, наше нововведение позволит вам это делать намного-намного проще. Так, ну а теперь, если переходить все-таки к некоторым достижениям, да, то мы обратимся к благотворительному, сайту благотворительного фонда Всемиром, который в этом году у нас обновился, очень здорово, я надеюсь, что и на сайте WorldBiz, нашей фондрайзинговой программы тоже скоро произойдет определенное обновление, для того, чтобы дополнить нашу существующую концепцию, ну, об этом тоже поговорим, вот, а сейчас хотелось бы посмотреть на деток, которым мы помогли, и вот здесь вот как раз есть блок «Вы помогли», на сегодняшний день здесь 111 карточек детей, которым была оказана финансовая, благотворительная даже, вернее, помощь, финансовая помощь, скорее всего, это участники друг другу оказывают, а деткам оказываем и благотворительную помощь. И я специально тут посмотрел перед нашим вебинаром, и получилось, что, знаете, 42 человека, вот, до Саши Бабаева, и, в общем-то, можно листать, да, вот эти странички, вот, огромное количество детей, 42 человека. Это дети, которым была оказана благотворительная помощь за счет активности наших фондрайзеров, ну, я бы сказал, наверное, на 90%, может быть, даже на 95%, больше процентов, именно средства, собранные благодаря нашему с вами проекту, пошли на лечение и реабилитацию этих детей. 42 человека, то есть, всего 111 за 8 лет, нет, не за 8, фонд это не 8 лет, да, фонд на 2 года позже образовался, вот, за 6, да, а в этом году мы прям 42 человека сделали, да, может, там, конечно, подешевле лечение было, чем раньше, вот, но, тем не менее, фонд сейчас, как вы видите, взял курс на то, чтобы, на то, чтобы делать больше, 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 как бы, детей, и у нас, и это, как бы, дает уже свои плоды, потому что появляется все больше благодарностей, то есть, ну, понятно, что можно одному ребенку собирать 5 миллионов рублей, и делать это достаточно долго, да, и собрать, вот, и все круто, да, но это всего один ребенок, это у него одни родители, это один отзыв, пусть даже самый хороший, вот, а тут количество все-таки переходит в качество, потому что чем больше, больше количества людей мы помогаем с вами, тем больше информационных поводов, тем больше благодарственных писем, тем больше благодарностей в видеоформате от родителей, который у нас с вами появляется, ну, и тем больше доверия общественности, а доверие общественности, в свою очередь, делает еще большие обороты фандрайзинга, ну, и влияет это все вот так вот, в такой непрерывной закономерности зависимости друг от друга, да, как на увеличение эффективности нашего проекта. Поэтому я считаю, что результат работы этого года хороший, несмотря на то, что по финансовым оборотам он все-таки поменьше, поменьше был, чем предыдущий, вот, но я думаю, что это была такая мини-пауза перед тем, как в девятом году своей работы наш проект делает просто огромные результаты, потому что к этому сейчас будут все предпосылки, ну, и вы сами все поймете, когда я вам расскажу, расскажу сейчас уже очень скоро об этом. Так, кстати, ну, благотворительный фонд у нас, как я говорил, тоже не скучает, так сказать, и вот тут вот была инициатива президента благотворительного фонда, и появилась такая вкладка недавно акция на фонде. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Вот у нас прям с вами какая-то олимпиада получается, потому что у нас есть с вами благотворительная эстафета, то есть там, где передаешь эстафету другому, да, и сертификатики, все дела, да, как эстафетная палочка, но вы все знаете. Есть благотворительный марафон, который мы запустили как раз-таки в прошлом году, на прошлый день рождения. Он, кстати, сделал тоже отличный результат за этот год. Вот несколько десятков тысяч долларов пошло на благотворительность только благодаря именно направлению фондрайзинговой программы «Благотворительный марафон», и я уверен, что сейчас она будет еще эффективнее работать. Вот, ну и теперь у нас появляются еще и благотворительные спринты. Спринт, да, то есть марафон – это длинная дистанция эстафета, ну, это, соответственно, разная может быть дистанция, суть передачи эстафеты, а еще теперь у нас есть благотворительный спринт. Ну, он курируется непосредственно благотворительным фондом и, тем не менее, представляет, опять же, мотивирующую акцию, которая будет проводиться, как планируется сейчас, на ежемесячной основе, то есть в таком коротком отрезке каждый месяц будет запускаться новый благотворительный спринт. И акция, ну, в своем плане очень простая, ну, даже, может быть, вы к таким даже и видели их, и привыкли, в принципе, ничего сложного. То, что суть – мотивировать граждан на участие в благотворительности. Делать это, одну секундочку, делать это можно не только, как мы с вами в нашем фондрайзинговом проекте, но и с помощью розыгрыша определенных ценных подарков, призов по результатам оказания финансовой помощи между всеми, кто ее оказывал в этом самом календарном месяце. То есть достаточно простые условия. И вот она буквально недавно запустилась, о ней еще никто, никто совершенно не знает, вам в первом, по сути, рассказываю. Вот призы, да, призы будут разыгрываться каждый месяц. Но вот в данном, простите, пожалуйста, в данном месяце, в ноябре, они вот такие. Это смартфон Samsung Galaxy A50, планшет Lenovo Tab 4 и наушники-плеер Sony. Вот эти три приза будут разыграны между всеми, кто совершит в ноябре благотворительные пожертвования на сумму не менее 500 рублей. Но если быть более точным, то за каждое пожертвование, ну, напрямую благотворительный фонд, здесь никаких реферальных нету взаимоотношений. Просто на сайте благотворительного фонда люди делают пожертвования на сумму 500 рублей или более. И такие пожертвования принимают участие в акции. А именно за каждое пожертвование человек получает билетик участника акции. Он отправляется ему на имейл. И чем больше таких пожертвований в течение месяца будет, как вы понимаете, тем больше участник получит вот этих вот билетиков. И тем больше будет у него шансов получить один из этих призов по результатам этого месяца. Ну, если вдруг так случится, что кому-то не повезет, то ничего страшного и не произойдет. Потому что это не покупка какого-то лотерейного билета, да, а просто поощрительная акция. Ну, так сказать, беспроигрышная совершенно акция, когда человек добровольно оказывает безвозмездную финансовую помощь. Ну, и имеет возможность еще и получить какое-то приятное вознаграждение. Вот. Здесь будет мониторчик. Участники ноябрьского спринта. И что вам могу сказать? То есть, пока что эта акция совершенно не раскрученная. Хотя Благодарительный фонд сейчас планирует сделать активную рекламу этой акции. Но, я думаю, в ноябре у вас будет больше всего шансов получить эти призы. Потому что, ну, опять же, потому что будет не так много участников, как, возможно, будет в будущем. Поэтому шансы у каждого из вас будут большие. Сайт www.ru знаете все. Сайт Благодарительного фонда. Здесь есть раздел акций. Не мне не промахнётесь. И можете зайти, оказать благотворительную помощь. Она здесь автоматически учтется. И будете принимать участие. Вот такие вот новости от Благодарительного фонда. Я их озвучил для вас. Как, в общем-то, меня и просил президент фонда Алексей Семенков. Который вам всем передаёт пламенный привет. Огромную благодарность за вашу деятельность. В общем-то, иначе и быть, наверное, не могло. Ну, что ж, а теперь давайте перейдём от непосредственно благотворительности к нашим финансовым мотивациям для фондрайзеров. И я вам озвучу концептуальные изменения, которые коснутся нашего проекта. Ну, которые уже начали его касаться. И немножко расскажу о планах на будущее. Итак, сейчас... Так, что у меня закрылся? Закрылся. Сейчас, секундочку. Мы откроем вебинар. Я забыл. Закрыл страничку вебинара. Хотя хочется здесь следить за вашими комментариями и периодически сюда возвращаться. Итак, лидерские бонусы. Новый вид вознаграждений, который мы уже анонсировали и включили с 1 ноября. И с ноября этот вид вознаграждений уже работает. Теперь каждый месяц вы сможете дополнительно получать до 1000 долларов вознаграждений по этому направлению лидерских бонусов. Дополнительно к своим стандартным, обычным, уже привычным вам доходам. То есть, финансовой помощи, по марафону, по макритной эстафете и всем остальным видам дополнительных вознаграждений, которые только у нас существуют. То есть, отличная мотивация, которая заключается в оценке эффективности вашей фандрайзинговой деятельности. Вот такой разделчик. О нем еще тоже мало кто знает. Мы сейчас обновим на сайте некоторые блоки, некоторые разделы, для того, чтобы доступ к нему был на виду. И вы сможете уже сами чаще сюда заходить, если вам это, конечно, требуется. И рассказывать о нем своим партнерам. Ну и сами партнеры смогут узнавать с нашего сайта о разделе лидерских бонусов. Потому что, согласитесь, 1000 долларов в месяц это вполне себе отличная дополнительная финансовая мотивация. Не только для лидеров, но и для обычных участников. Как я уже говорил ранее, это на прошлой конференции мы с вами делали. Фандрайзинговая эффективность оценивается и за каждые 500 долларов, привлеченных вашими, вернее, вами, на благотворительность с помощью программ «Благотворительные эстафеты» и «Благотворительный марафон» вы будете получать 100 долларов лидерского бонуса. Максимальное вознаграждение каждый месяц для вас может составлять 1000 долларов. То есть, если фандрайзинговая эффективность вашей деятельности достигнет 5000 долларов в каком-то из календарных месяцев, то вы получите максимальный бонус. Как она рассчитывает эта самая эффективность вашего фандрайзинга? Как мы уже озвучили, берутся все ваши лично приглашенные партнеры в Whole World, которые только существуют у вас. И за каждую активацию или продление активности их мест в благотворительном марафоне в зачет вашей фандрайзинговой эффективности идет 10 долларов. Ну, почему вы понимаете, да? Потому что 10 долларов с этого действия направляется в благотворительный фонд «Всемир». И с каждого оказания финансовой помощи в благотворительной эстафете в зачет идет 50 долларов. Ну, и это, соответственно, суммируется. И получается ваша фандрайзинговая эффективность за какой-то определенный месяц. Ну, вот, например, смотрели мы тут недавно раздел ТОП-10, да? Вот на примере, вот здесь вот в этих зелененьких квадратических, кругляшках, квадратических, хотел сказать, как раз и посчитана фандрайзинговая эффективность, которая влияет в том числе, даже не в том числе, а в первую очередь влияет на расположение в рейтинге лидеров ТОП-10. Ну, вот на данный момент Ирина Агапова имеет 220 долларов. Эта сумма средств направлена на благотворительность благодаря действиям этого фандрайзера, то есть ее лично приглашенными партнерами. Я думаю, что до конца месяца ей вполне по силам сделать результат намного больше. Ну, как минимум 500 долларов-то уж точно, я думаю, да? Ну, а там дальше, возможно, пойдет речь и о тысяче, о полутора тысячах, о двух тысячах, но и до тысячи долларов, в принципе, добраться очень даже можно будет. И делать это каждый месяц тоже можно будет. Речь, кстати, не только о новых ваших партнерах, а о всех существующих ваших партнеров в вашей структуре, которые, как вы знаете, навсегда закрепляются за вами. И, в принципе, никто не мешает вам просто разбудить некоторых заснувших партнеров и их оказание помощи тоже пойдут в зачет вашей фандрайзинговой эффективности, которая отразится и на вашем положении в рейтинге ТОП-10, за который даются отличные бонусы и денежные вознаграждения, и пойдут в зачет лидерских бонусов. Вот такая отличная мотивация. Но это еще не все. И даже, скорее всего, это не самое интересное из того, что мы задумали. Вот эта акция, которая сейчас уже тоже действует. И эффект от ее работы, его сложно не заметить, потому что уже вдвое возросла активность по регистрациям буквально за несколько дней. И также активно пошли оказания финансовой помощи. И это только начало. Акция «Бизнес-автомат бесплатно» в ноябре называется. То есть, действительно, мы раньше никогда такую акцию не запускали, потому что нам казалось это немножко неправильно, может быть, экономически нецелесообразно, неоправдно и так далее. Но случилось так, что мысли наши повернулись именно таким образом, мы это каким-то образом осмыслили и приняли решение, что будет очень даже неплохо устроить такую акцию. Но и на ней у нас не завершится все. Сейчас я вам все расскажу. Смотрите, акция очень простая. То, что получить услугу «Бизнес-автомат» можно, в принципе, за деньги, ее всегда можно было купить, если были свободные места, за 50 долларов за одно место в месяц. Можно купить несколько мест, и это даст вам право на более частое получение в свою структуру новых партнеров. Партнеры здесь берутся не откуда-то, а речь идет о тех участниках, которые регистрируются на нашем сайте без чьих-то приглашений, то есть, у которых нет метки реферальной ссылки, которые пришли на наш сайт не по приглашению действующих участников. Ну, таких на самом деле много, и больше 30-40% посетителей сайта приходят именно без реферальных ссылок. Поэтому «Бизнес-автомат» постоянно имеет такой хороший, в принципе, приток новых участников. Так вот, мы предложили в ноябре получить «Бизнес-автомат» в подарок. То есть, не тратить деньги на его подключение, а стать участником одновременно всех наших фандрайзинговых программ. Их на данный момент две – это «Благодарительная эстафета» и «Благодарительный марафон». И в этом случае сразу же активируется для участника «Бизнес-автомат», и он начинает получать новых партнеров. Прям такой быстрый старт у него происходит. Да, он начинает получать новых партнеров на автомате. И эти новые партнеры, они также, соответственно, мотивированы и могут оказывать финансовую помощь. В общем-то, такая вот акция интересная есть. И она работает. Мы сделали специальную страничку в базе знаний, где немножко другим языком описали суть этой акции и для вас подготовили рекламные материалы, потому что это очень крутая акция для того, чтобы использовать ее для стремительного роста вашей партнерской структуры. Давайте я вам почитаю, что здесь написано. Не все видели разделчик в базе знаний. Ссылочка на него есть в ВКонтакте в недавнем посте. Ну, может быть, если надо, могу скинуть вам и сюда, чтобы у всех у вас были рекламные материалы, баннеры. Ну, смотрите. Бесплатное подключение «Бизнес-автомата» – это прекрасная мотивация для всех, без исключения партнеров, оказывать финансовую помощь одновременно в благодарительной эстафете и благодарительном марафоне. Ну, согласитесь, да, то, что всегда существует какое-то колебание выбора между тем, а с чего мне начать. А может быть, сначала, сейчас я марафончик подключу, а если попрет, да, тогда я в эстафете поучаствую. Да, вот, ну, как рассуждают люди, да. А тут мы как-то влияем на их вот эти сомнения и делаем просто ход конем, говорим, не надо размышлять, подключайся сейчас по максимуму и получай «Бизнес-автомат». И эта мотивация работает для всех, без исключения участников. При этом «Бизнес-автомат» будет работать намного эффективнее, чем раньше. Ведь эта мотивация затронет теперь и тех, кто придет в вашу структуру по тому же «Бизнес-автомату», да, понимаете, да, то, что если раньше этого не было, то теперь это есть. И мотивация работает для всех. То есть вы получаете активных партнеров по «Бизнес-автомату», ваши партнеры получают активных последователей по «Бизнес-автомату», их партнеры получают активных партнеров и так далее, да. Это значит, что ваша структура начинает стремительно расти в ширину и в глубину, а вместе с этим увеличиваются и ваши доходы. Ну и, конечно, это отличный повод снова напомнить о проекте даже тем, кому вы уже ранее рассказывали о нем, а также тем участникам, которые уже зарегистрировались в вашей партнерской структуре находятся, да, но пока что еще не активировали свои аккаунты или не оказали финансовую помощь. То есть все в ваших руках, вот эта вот прямая мотивация, ее нужно просто активно использовать. И мы предложили вот здесь, вот наши дизайнеры сделали несколько рекламных баннеров, а это еще далеко не весь спектр, который будет делаться, есть несколько еще интересных задумок. Используйте эти баннеры для активной рекламы данной акции. Свою пригласительную ссылку можете здесь вот точно так же взять, она в коротком виде здесь представлена. Просто логинчик подставляете, и эта ссылочка становится вашей реферальной ссылкой на данный раздел. Ну и можете скачать все баннеры, которые сейчас сюда загружены. Они и на русском, и на английском языке присутствуют. Вот они примерно так выглядят. Разные тут форматы, разные варианты. Ну пока их не так много, а будет еще больше. Вот. Ну, кто из вас уже оценил эффект этой акции? Ну я думаю, что все оценили, те, кто хотел попробовать. Но, смотрите, какое здесь есть но, да. Вот, все вроде бы классно, но мы с вами все понимаем, что это временная акция. Да, как бы, всего лишь временная акция. А это значит, что, ну, в ноябре она закончится. Да, она сделает сейчас свою мотивацию на некоторую активность. И в ноябре эта акция закончится. Вот. Это, наверное, не очень хорошо и не то, о чем все бы вы хотели. Так вот, мы сделали, мы подумали вот о чем. А вот о чем мы подумали. Давайте сейчас я вам разложу текущую ситуацию, так сказать, по полочкам. И вы, наверное, узнаете свои насущные проблемы. Может быть, и не все я, конечно, опишу. Так вот, давайте рассмотрим, что сейчас вообще происходит. И почему проект мог бы развиваться намного быстрее, да, но развивается так, как развивается сейчас, так сказать. Какие тормозящие факторы, может быть, еще что-то присутствует здесь. На том моменте, когда пользователь, ну, мы будем рассматривать тех пользователей, которые все-таки поняли, как работает Whole World, а не только тех, которые посмотрели две секунды, да, сказали, а, не, очередной обман, не, не буду. То есть, такие нас даже не интересуют. Вот. Возьмем участников, которые все-таки с головой, они ознакомились, поняли, как это работает. И что же дальше может человека остановить или затормозить? Вот, да, что нас интересует. Так вот, все прекрасно понимают в данном случае, что здесь нужно приглашать. Да, действительно, для достижения хороших результатов нужно приглашать. Ни один из наших лидеров, которые сейчас действительно могут считаться лидерами, не получил вот этот вот финансовый результат без своих активных действий. Как бы то не хотелось бы, да. Так вот, о чем думает человек? Не сетевик, да, потому что сетевики уже давным-давно, как бы сказать, исчерпались. Ну, нет, нет, не исчерпались, конечно, но, как это обычно бывает, на старте всех проектов, да, самые первые, там все сетевики забегают со своими командами, идет бешеная движуха, а потом это все остывает и возвращается на такое вот ровное, уже ровное, ровное большое поле для деятельности, где приходится работать с людьми, не знакомыми с сетевым маркетингом, с сетевым бизнесом, не имеющим опыта, да, но при этом вполне нормальными людьми порой. Так вот, вот этот вот нормальный человек, который осознал, как работает в холлору, думает, да, все здорово, концепция действительно интересная, но здесь нужно приглашать, и у него возникает 10 тысяч отговорок внутри, да, то, что, во-первых, он начинает думать, блин, а как приглашать-то, откуда, где приглашать, что я пойду по квартирам или что, где мне приглашать, ВКонтакте, а меня забанят за спам там, да, нет, это сложно, думает он, наверное, сложно все-таки, все-таки и проект не какой-то копеечный, да, и не бесплатный вовсе, то есть, буду встречать сопротивление в момент приглашения, придется здесь потрудиться, ну, и непонятно, получится у меня, не получится, ну, возможно, не получится, то есть, а если не получится, получается, что я просто так отдам свои деньги, ну, пусть даже на благотворительность, но, тем не менее, не каждый хочет оставлять их без ответа, да, в свою сторону, то есть, все-таки хочет получить какой-то профиль. Да, это дискомфорт, приглашение, это всегда дискомфорт, потому что ты не знаешь, на какую реакцию ты в итоге попадешь, да, как отреагирует человек, может, пошлет тебя на три буквы, может, у виска покрутит, может быть, что вообще обо мне подумают, если это мои знакомые, да, там скажут, да, в какую-то секту там ввязался, ну, то есть, вы знаете, да, все это, сколько людей, столько мнений, ну, и есть еще какие-то устойчивые стереотипы, которые наше общество со времен МММ там приобрело, да, и все, кому лень думать, они такой, а, очередная пирамида, все, там, у них штамп просто стоит, такой блок в голове, они не хотят ничего думать, и вы их не сможете заставить, вот, то есть, это важный момент. То, что у людей нету результата на старте еще, вот это тоже очень важный момент, которым всегда любят все новички, говорить, что, ну, вот, ты же, да, ты лидер, у тебя есть доходы, и тебе легко приглашать, потому что ты можешь людям показать, что, да, вот, смотри, я заработал здесь, это работает, да, вот, а новички говорят, а как я-то буду, у меня-то нет доходов. Ну, конечно, да, тут есть варианты, то, что ты можешь сказать, что, вот, мой партнер, мой высшестоящий спонсор, как бы, отлично зарабатывает здесь, вот, могу тебя познакомить, вот, но они об этом пока не думают, и они-то думают так, что у меня нет результатов, как я буду, как я буду тут вообще работать-то, никто мне не поверит, и вообще тема мутная, сомнительная, много сомнений вызывает. Вот, да, они видят, что есть бизнес-автомат, видят, что есть бизнес-автомат, и некоторые думают, окей, я сейчас подключусь, попробую приглашать, если не получится, подключу бизнес-автомат, или, может быть, вообще сразу подключу бизнес-автомат, даже не буду приглашать, да, и, ну, потрачу, да, там, проинвестирую, так сказать, в эту самую, в эту услугу, и мне насыпят партнеров, они там, вроде, что-то с ними можно будет сделать. И вот, представим, что участник приходит в какую-то из программ, подключает бизнес-автомат, и что дальше он получает? Да, он получает новые регистрации, много-мало, там, как по-разному бывает, в зависимости от месяца и от ситуации. Но не стоит скрывать, что все те люди, которые регистрируются, в том числе по бизнес-автомату, они же точно такие же люди, как и он сам, только он уже принял решение участвовать, а они еще пока не приняли, да, да, вот они зарегистрировались, и вот у них уже там пошло первое ознакомление, и они испытывают ровно те же трудности, ровно те же сомнения, как и он сам, вот, да, вот они здесь все описаны, мы с вами их только что прошли. И что это говорит? Это говорит, что по бизнес-автомату многие участники, они так и остаются просто зарегистрированными у него, то есть, если он особенно с ними никак не работает, а многие не готовы работать для них в бизнес-автомат, это просто вот они думают, сейчас они там подключат, все, ничего не надо делать, и там все само у меня начнет работать, да, вот люди так это думают. Вот, а в итоге получается у них не так много оплат, как хотелось бы, они разочаровываются, это еще больше в негатив какой-то влияет, да, ну, и их стремление потихонечку угасает. В итоге, как бы, они, может, даже и не продлевают свое участие, да, хотя могли бы это делать. Ну, и еще один нюанс существует, то, что у нас с некоторых пор есть две бизнес-программы. Если раньше это было только благотворительная эстафета, и, в принципе, воронка была достаточно простая, да, вот активировал аккаунт, дальше у тебя только один путь, это оказать финансовую помощь в эстафете, то теперь она разветвляется, и проблема выбора, ее никто никогда не отменял. И вот человек стоит и думает, так, а что же мне делать? Вроде бы 35 долларов, но каждые три месяца. Или вот здесь 100 долларов, но раз в год. Да, то есть, как в магазине ценник выбирать. Вот, понятно, что тут у каждой программы есть свои нюансы, это все нужно разбираться, но тем не менее, это проблема выбора. И, как я уже ранее говорил, не все способны его сделать быстро и правильно. Вот, поэтому мы о чем, в общем-то, и подумали. Подумали мы о том, что стратегический план наш на ближайшее время будет заключаться в продвижении новой, новой такой концепции стратегической, где мы поставим, мы попробуем убрать вот эти вот, сгладить вот эти острые камни, острые углы на старте, с которыми сталкивается каждый участник, о которых мы сейчас поговорили. И возведем текущую акцию в разряд не просто акций, а просто концептуальных вещей. То есть, наш проект просто будет так работать, по такому принципу. И вот это условие, которое сейчас есть, то, что «прими участие одновременно в марафоне и в эстафете», оно как раз останется ключевым. И каждый участник будет понимать, что он подключает обе программы. Причем, я думаю, что мы даже не будем делать временного ограничения. То есть, он может в этом месяце подключить марафон, в следующем понять, что что-то надо все-таки бизнес-автомат. Да, наверное, хочу я бизнес-автомат, подключить эстафету и получить бизнес-автомат в подарок. И это будет у нас концептуально работать и всеми восприниматься не как временная акция, а как именно, как я уже сказал, как и должно быть, что оно так и работает. И давайте посмотрим, что привнесет это понимание. То, что, во-первых, мы убираем проблему выбора программы участия. То, что теперь не надо думать, в какой из программ лучше участвовать. Потому что лучше участвовать, и это будет очевидно, одновременно и в эстафете, и в марафоне. А если так, то это увеличивает активность существенно, да, каждого участника. У новичков уже нет такой сильной боязни, что здесь нужно приглашать, и что у них это может не получиться. Потому что они все будут понимать, что да, я сейчас вхожу, и да, мне программа активирует бизнес-автомат. Это будет легкий и быстрый старт. Это будет в разы больше оказания финансовой помощи. Это будет означать, что бизнес-автомат станет в разы эффективнее, чем сейчас. Почему? Ну, только что об этом говорили, да? Потому что ровно такая же мотивация будет очевидна и для всех тех, кто приходит по бизнес-автомату. Если сейчас они не торопятся активировать аккаунт и оказывать финансовую помощь, то мы позаботимся о том, чтобы они как минимум ознакомились с условиями этой акции, будем постоянно им об этом напоминать, и они будут о ней в курсе. Вот, даже если сам участник не принимает в этом участие, какая-то автология, да, то есть не работает со своими партнерами, то сам проект все-таки будет это делать, потому что мы сейчас, нужно будет продумать такую хорошую систему email-маркетинга, нотификации, уведомлений, напоминаний о том, чтобы человек всегда помнил, что у него остался там один шаг до получения бесплатного бизнес-автомата. То есть активировал марафон, мы ему раз напоминаем, так, отлично, отлично, Иван, вот, теперь у тебя подарок еще ближе к твоей бизнес-автомату, он позволит тебе делать то-то и то-то. Вот. Ну и участники, как вы понимаете, в этом случае, если будут чаще оказания финансовой помощи, участники начнут чаще и быстрее получать свои первые выплаты. То есть смогут начать уже уверенно и смело рекомендовать проект, который уже убедились они, что он работает не просто по чьим-то отзывам, а решение намного легче и проще. Ну, наши лидеры знают, что всегда нужен какой-то инфоповод. Так вот, этот инфоповод, это как козырь, просто козырь. Вот ты с козырей ходишь, все, у участника нет шансов отказаться просто. Если он отказывается, скорее всего, он просто не хочет ничего думать и, скорее всего, это не ваш вариант. Вот. Ну и как это в итоге будет работать? Да, вот если, опять же, наложить эту акцию на длительный срок, который она планируется работать. Опять же, это можно не акцией назвать, а просто нововведением в нашем проекте. Итак, участвуйте в марафоне и эстафете. Представим, вы новичок, вы пришли и приняли решение участвовать в марафоне и эстафете. Соответственно, вы, в свою очередь, получаете бизнес-автомат в подарок, вам компания на месяц активирует, и к вам начинают приходить новые партнеры без приглашения. Ваши партнеры, при этом, которые к вам приходят, они также замотивированы получить бизнес-автомат в подарок, они понимают, что это даст им возможность быстро начать продвижение и получать доход. Они начинают также активировать места в марафоне и эстафете, также получают бизнес-автомат, и к ним тоже начинают приходить партнеры, то есть, начинает строиться ваш третий уровень. На том третьем уровне, как вы понимаете, структуры тоже люди оказывают финансовую помощь, вы получаете эту самую финансовую помощь согласно маркетингу марафона и эстафеты, плюс начинает строиться четвертый уровень и так далее. То есть, все это начинает работать. Вы мне скажете сейчас, а может и не скажете, но в ваших головах однозначно возникнет вопрос о том, а чем же это отличается от проектов, проектиков и проектишек, которые ставят изначально в свою концепцию вот такую систему, что приходите к нам, у нас не надо приглашать, мы будем в порядке общей очереди, там проект будет сам нагонять вам рефералы. Вот, наверное, может у кого-то возник, у кого-то не возник, но вот сейчас я вам этот вопрос на поверхность поднял. Чем же отличается данная концепция от этих проектов? Не буду вас долго мучить. Отличается она по буквально одному очень большому и вескому различию. То, что в нашем случае бизнес-автомат выдается на ограниченное время. То есть, обязанность системы распределять новые регистрации, она не увеличивается бесконечно. То есть, как это происходит в тех проектах? То есть, они стартовали, было небольшое количество людей, то есть, очередь достаточно быстро раздавала рефералов всем им. Но чем дальше проект живет, чем больше рефералов в него входит, тем больше становится вот этот периметр очереди и просто уже настолько замедляется вот эта вот раздача, что просто уже все. Она просто не работает, и проект начинает умирать, потому что сама по себе вот эта концепция, она убивает проект именно из-за того, что его долговые обязательства перед участниками по распределению новых партнеров между ними, они просто становятся невыполнимыми. В нашем случае это лимитировано. Прошел месяц, бизнес-автомат отключился. Прошел месяц, бизнес-автомат отключился. Конечно, у участника будет возможность подключить бизнес-автомат больше, больше мест бизнес-автомата, если ему понравилось это. Будет возможность проспонсировать, грубо говоря, наш проект доходом от продажи бизнес-автомата, который мы, опять же, направим на активное продвижение где-то там в интернете, может, не только в интернете. И эта концепция, чем больше будет наших участников, тем активнее будет, безусловно, приток новых пользователей, который не будет оплодить вот эту бесконечную задолженность. И поэтому активное распределение партнеров не будет страдать от того, что постоянно идет большое количество людей. Вот. То есть, надеюсь, вы это поняли, осознали. Так, секунду, к вопросам вернемся. Сейчас я вам еще кое-что скажу. Друзья, может быть, кто-то заходил в кабинет. Решили мы сделать вам еще один подарок. Но раз уж мы говорим о том, что эффективность бизнес-автомата, безусловно, будет возрастать, то почему бы не говорить о том, что нужно подключать несколько мест. И, может быть, кто-то все-таки для кого-то этот подарок еще более ценный, чем необходимость участвовать одновременно в марафоне и эстафете. Поэтому в честь восьмилетия мы выдали всем нашим активным участникам в статусе бизнес по 20 долларов на подключение бизнес-автомата. А может быть, и волонтерам, если что-то не помню сейчас. И фри-партнеры, которые сейчас зарегистрируются до конца ноября, тоже смогут получить 20 долларов в подарок на подключение бизнес-автомата. Об этом должно быть сказано на главной странице. Ну, в общем-то, знайте о том, что еще и 20 долларов в подарок на подключение бизнес-автомата. Да, он может быть бесплатен, а второе место может быть на 20 долларов дешевле. Вот так можно преподносить. А можно преподносить, что просто можно бизнес-автомат подключить за 30 долларов. Ну, и еще один нюанс, который стоит вам рассказать, это то, что мы приняли решение сделать, ну, по крайней мере, сейчас лендинг-пейдж абсолютно бесплатно для всех наших участников. Вот. Не какие-то это там подарки, просто лендинг-пейдж будет бесплатен для всех. Ну, как минимум до тех пор, пока мы не апгрейдим его. Ну, как вы понимаете, здесь он уже немножко неполноценен в том плане, что в нем нет информации о марафоне. Совершенно нет никакой информации о марафоне, о некоторых акциях нет информации, да. Вот. Поэтому мы посчитали, что неправильно было бы брать деньги с участников за этот лендинг-пейдж. Но при этом он, в принципе, отличный, его можно использовать, и почему бы это не делать, если он существует, как бы уже сделан, да. Поэтому все бесплатно. У всех, у кого его не было, он сейчас активировался в ваших личных кабинетах. Можете зайти в раздел услуги и увидите его там. Услуги лендинг-пейдж там будет активирован. Вот. Ну, и, в общем-то, он может своим участникам, партнерам тоже это сказать. Так, что у нас еще есть из приятного? Есть еще одна приятная акция. Она говорит о том, что можно участвовать в конкурсе репостов, которые проводятся в нашей группе ВКонтакте. Будем возобновлять, конечно же, ежемесячную традицию по проведению конкурсов репостов. Благо у нас поводов теперь хоть отбавляй. И 150 долларов ни много ни мало разыграем между сети участниками, то есть всеми, кто сделает репост со своей реферальной ссылочкой. Ну, я чувствую, что тут придется мне опять долго искать победителя, потому что пришли к нам на помощь активные участники из серфернера, сделали много-много уже репостов. Видите, да, вирусный охват записи 4000 репостов, а вирусный охват от 30000 просмотров. Вот оно, как работает продвижение ВКонтакте с помощью репостов. Вы, кстати, тоже можете в серфернер заказать такое продвижение с помощью оплачиваемых заданий. Но это уже тема другого вебинара, потому что сейчас не будем об этом. Просто участвуйте в конкурсе, рекомендуйте делать это своим партнерам и расскажем о Хлор как можно большему количеству людей. Вот. И напоследок будет у нас сегодня с вами розыгрыш долгожданный, как и обещал. Собрали немножко призов на праздничный вебинар побольше, да, и сделаем сейчас розыгрыш пяти мест бизнес-автомата, десять уникальных ссылочек, и все, кто кому не повезет так сильно, как первым вот этим добавителям первых двух призов, все получат в любом случае по пяти долларовому пин-кодику, который смогут использовать для активации любого своего партнера, зарегистрированного в вашей партнерской структуре, но и не только в вашей. Так, сейчас я дам вам ссылочку на регистрацию в розыгрыше, вам нужно будет по ней перейти, желательно перед этим уже быть авторизованным в своем личном кабинете. Вот, скидываю вам ссылочку. Она пришла. Все, вот она. Переходите по этой ссылочке, все регистрируйтесь, но это как бы кто сейчас присутствует, то внимательно смотрит, кто досидел до завершения, почти, почти до конца нашего вебинара, тот будет очевидно вознагражден. Ну, давайте посмотрим, что вы тут писали. Кстати, еще можете писать что-то, потому что я сейчас как раз перейду к ответу на ваши вопросы. Итак, да, да, интересного сейчас открывается. У нас и новые, кстати, платежные системы, новые способы вывода, возможно, появятся в ближайшее время. Advanced Cache подстегнул нас немножко тут пошевелиться. Я думаю, что все будет нормально. Так, да, благородно быть круто. Да, нужно размещать баннеры на рекламных площадках, потому что очень много людей знает, что такое Whole World. Очень много людей знает, что такое бизнес-автомат в Whole World. И очень много людей до сих пор как бы в сомнениях находится. Может, войти, может, не войти. Но все-таки такой дорогой вроде бы проект по меркам каких-то других проектиков. видимо, серьезный. Так, тем участникам, кто продлил ежегодную помощь в эстафете и марафоне, может, им тоже сделать подарок? Это будет мотивировать. окажется, окажется, ну, Ирина, если вы говорите о текущей акции, то ровно так сейчас оно и работает. То, что если вы в ноябре оказываете финансовую помощь в марафоне и в эстафете, то вы получите бизнес-автомат. Не важно, продление ли это уже существующего, то есть, ежегодное ли это оказание или продление уже существующих мест, это все работает. А если говорить про постоянную основу, то да, я буквально сейчас перед конференцией как раз думал о том, что ну да, вроде бы как для новичков это хорошо, но, наверное, раз в году им стоит эту акцию дать возможность возобновлять. Вопрос только как именно? Как именно? Ну, мы подумаем над этим. Подумаем, безусловно, подумаем. Может быть, мы скажем, что ну, может раз нет, но я не буду сейчас вам говорить, давайте мы над этим подумаем, чтобы не случилось здесь какого-то противоречия финансового и вообще логического, но при этом мотивация безусловно сохранилась. Я думаю, что придумаем безусловно, все будет круто. Так, да, чуть-чуть не продлил лендинг. Халява! Халява – это круто. Ну, что там, на розыгрыш, друзья, регистрируйтесь. Давайте перейдем по этой ссылочке, посмотрим. А, в смысле, черт побери, я тоже зарегистрировался, блин. ну, вот, сейчас, если безусловно выиграю, скажут, все подкручено. Что-то я неправильно, не по правильной ссылке я перешел. Сейчас скопируем. Нужно было немножко другую ссылочку. окей. Вот, регистрантов уже у нас имеется. Немножко еще подождем, может быть, их станет больше. Ну, есть. И незнакомые лица это радует. я думаю, что их будет становиться все больше и больше. Когда вы сейчас начнете будить своих партнеров и рассказывать им сумасшедшие классные новости о том, что концепция Whole World оказывается теперь меняется и это меняет абсолютно все. Это действительно меняет абсолютно все. Так. это будет уже совсем другая история. Ну, 30 человек. Ну, я думаю, было достаточно времени, да, для того, чтобы зарегистрироваться. Вот. Пойду я завершу регистрацию. Нет, посмотрю все-таки еще. Нету от вас вопросов. Все ждут розыгрыша. Окей. А почему я должен тогда вас задерживать? и не буду. Закрываем регистрацию и запускаем розыгрыш. Та-рам-там-там. А теперь можете сейчас я пока не буду вам показывать. Отправлю вам ссылочку, чтобы вы по ней перешли. и посмотрим. Так, вопросы вижу, отвечу чуть-чуть позже сейчас. Итак, ну, кто получил псевроропинг, тот сам себя увидит, да, остальных озвучу. Алексей немков уникальная ссылочка, Александр Комиссаров уникальная ссылочка, Сергею Демину повезло, бизнес-автомат. Ну, в принципе, повезло-то всем, да, кому-то больше, кому-то нет. Риф Латипов уникальную ссылку получает, Светлана Русова уникальную ссылку, Саша Бродов уникальную ссылку, Светлана Фролова бизнес-автомат, Галина Шкурина уникальная ссылочка, Лариса Шатохина уникальная ссылка, Татьяна Воронцова ссылочка, Татьяна Агатова ссылочка получает, и Елена Попова уникальную ссылку. Елена, это вы себя не видели, да? Или я ошибся? Так, Светлана Карелина, одно место бизнес-автомат. Андрей Ломовцев, или Ломовцев, одно место бизнес-автомат. И Кирилл Кириллов Иван, одно место бизнес-автомат. Но остальные пин-кодки. Вот, поздравляю обладателей призов. И дальше отвечу на ваши вопросы. Итак, да, Елена Попова, я вас увидел. Надеюсь, вы себя тоже. Вопрос, который волнует всех моих знакомых. Долго ли будет жить этот проект? Он вас еще волнует? Этот вопрос кого-то еще волнует. Смотрите, друзья. Ну, Александр, как вам сказать, мы не планируем когда-либо прекращать деятельность этого проекта. Надеюсь, вас этот ответ устроит. Все остальное, это как бы все, что от нас зависящее, мы сделаем, чтобы проект никогда не прекращал работать. Ну, и как вы видите, 8 лет он работает, а почему ему вдруг нужно прекратить работать? Он же не убыточный. Это же не пирамида, которая может разрушиться. здесь все нормально. Я с вами 2016 года, но не было возможности помочь. Так вот, скажите в эфире, возможно ли заработать здесь? Друзья, скажите Александру, возможно ли здесь заработать? Ну, напишите в чате, потому что я-то сейчас скажу в эфире, что возможно, а вдруг мне не поверят. Ну, друзья, как бы вопрос, конечно, такой вот классный. Итак, почему 30 долларов к оплате выходит 3445 рублей? А вот давайте мы с вами лилу-лали посмотрим, почему так выходит. Да, вот мы перейдем сейчас в бизнес-автомат, и я так понимаю, что вы смотрите карточку, да, например. То есть, смотрите, вот я открываю банковскую карту, и здесь написано комиссия платежного шлюза, мать его, 8%, понимаете? Комиссия платежного шлюза 8%, вот, если у вас, ну, у меня получается 2070 рублей, а где у вас получается 3000? в каком способе? Может быть, все-таки где-то у нас ошибка? Скажите, пожалуйста, каким способом вы пытаетесь оплатить? Ну, где еще рубли могут быть? Здесь 2070, Яндекс.Деньги 2070, где еще? Киеве 2070, ну, я не знаю, не знаю, может быть, при переходе где-то что-то не работает, но сложно сказать. В общем, скажите, где вы это видите и нужно будет исправить. Так, 5-долларовый пин-код, как использовать? 5-долларовый пин-код, есть инструкция в базе знаний о том, как использовать, ну, и кроме того, есть инструкция в разделе услуги, пин-коды, там, где, в общем-то, вы его и можете видеть. Его можно передать вашему партнеру, которого хотите активировать, и он его просто введет вместо оплаты 5-ти долларов. Объясните, пожалуйста, акцию на бесплатный бизнес-автомат. Ну, Владимир только что объяснял, как бы, да, если вы активируете одновременно участие в букетном марафоне и в эстафете, то бизнес-автомат вам дается бесплатно. Вот это простое, простейшее условие. Так, а, Саша, я понял, вы хотели, чтобы я сказал для всех, что здесь можно заработать. Да, знаете, я скажу, что все, абсолютно все, что написано на нашем сайте, это так и есть. Я искренне всегда делаю так, чтобы не искажать информацию. Понимаете, вот это мое такое кредо внутреннее. Я не хочу работать с какими-то мошенническими схемами. Никогда, абсолютно. Поэтому никогда не допускаю даже того, чтобы это как-то просочилось, может быть, незаметно для меня, там еще как-то. То есть, все проверяется всегда, чтобы я всегда работал только с тем, что правдиво. Если я людям что-то говорю, то это так и должно быть. Я не могу их обманывать. Поэтому и хочу, чтобы у вас, у всех было такое же представление о правильном бизнесе в интернете. Если вы что-то говорите, то это так и должно быть. Да, вы можете сказать, что зарабатывайте тысячу долларов в месяц без приглашений. Это ваше пожелание и это возможно сделать. То есть, вы не врете же, не врете. Это возможно сделать. И действительно это возможно в нашем проекте. Это люди делают. Почему нет? Так, я пин-коды продаю 200 рублей. Ну, вот, можно продать. То есть, считайте всем, у кого пин-кодик получился, но несколько сотен рублей можете выручить за него. Вадим, на какую сумму? Какая сумма у нас оказания помощи в открытной эстафете? Какая? Вы 100 долларов. Какая минимальная сумма для входа в марафон? 35 долларов. Вот, суммируйте, 135 долларов. И бизнес-автомат получается бесплатно. Так, я не успел зарегистрироваться по ссылке, смотрел в скайпе, надо было в группе. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, Александр, к сожалению, ничего сделать не могу, но, тем не менее, это опыт, он бесценен. В следующий раз будете смотреть здесь. Как использовать уникальную ссылку? Очень просто. По ней можно приглашать ровно так же, как по своей реферальной ссылке. Ну, вернее, вы получили, я так понимаю, пока что только право на бесплатную уникальную ссылку, поэтому заходите к себе в раздел уникальных ссылочек, где-то тут. Так, надо сначала перейти в личный кабинет, услуги, уникальные ссылки, да, и вот здесь вот у вас, поздравляем, вы получили право на бесплатное создание одной уникальной ссылки на домине.ру. Соответственно, вы выбираете какое-то там имя, да, .ru, например, пишите доступность, проверяем, и система проверяет вам доступность, после чего вы выбираете галочку, видите, у вас бесплатно, выбираете галочку, к оплате ноль, создать уникальную ссылку. ну, понятно, что нужно позаботиться, чтобы она была внешне какой-то приглядной, да, чтобы читалось хорошо, там, что-то было написано осмысленное, ну, здесь какие-то примеры недавно созданных ссылок у вас есть. Вот, и создаете, и она начинает работать, как ваша реферальная ссылочка, ее преимущество в чем? В том, что она не попадет в спам из-за того, что кто-то заспамил общую реферальную ссылку, да, вот, ну, и у нее есть отдельная статистика, вы можете отслеживать отдельной легендочкой статистику по вашей ссылке, создадите несколько уникальных ссылок, можете там одну использовать в фейсбуке, одну вконтакте, видеть раздельную статистику. Так, скрин не могу обратиться по проблеме бизнес-автомата. У меня большая сумма все время выходит за 30 долларов. Так, давайте так, я открою ваш аккаунт и напишу вам в личку, окей, вот, после вебинара и можете, ну, можете в группу написать вконтакте, можете мне лично, да, посмотрим, что у вас там. Все, сколько за месяц может выйти по благотворительному марафону. Максимум, Вадим, 5854, по-моему, доллара. Это максимум. Сколько может выйти в месяц по благотворительному марафону. Ну, вот, у меня, как у участника, 12 тысяч вышло, или 13 тысяч долларов за первый год участия. Ну, вот, смотрите. Так, время уже много. Переконференциали с вами целые 10 минут уже, больше часа. Это здорово, конечно, но нужно завершать. Вот, ну, ничего страшного, останется запал на следующий вебинарчик. Если у вас вопросы возникнут по итогам этого вебинара, которые не успели озвучить здесь, или какие-то, может, технические проблемы, обязательно сразу нам об этом всем сообщайте. Для этого у вас есть связь в группе ВКонтакте официальной, есть связь саппорт через личный кабинет, есть онлайн-консультант. В общем, найдете способ с нами связаться. Так, по благоветным марафонам можно будет получать какую-то сумму? Да, конечно, жанат. Изучите, как работает благоветный марафон, но если сами не можете, сразу попросите вашего информационного спонсора, одного из вышестоящих, и он вам обязательно объяснит. если оплатить за марафон 35 долларов, в течение какого времени я могу получить бизнес-автомат при оплате за эстафету? Риф, на данный момент это до конца ноября. Да, на данный момент. Вот. Дальше мы будем продлевать, как я уже сказал, эту концепцию, и может, я просто не знаю, вы как бы действующий участник или вы новый участник, по-разному может быть, но могут какие-то условия измениться, поэтому, если вы хотите это сделать гарантированно, пожалуйста, успейте до конца ноября оказать помощь и по эстафете, и по марафону, да, и тогда точно обезопасность будет ваш. Где взять деньги на благотворительность? Мне 14 лет. Заработать, Александр. Чтобы было что отправить на благотворительность, ну, это сначала должно у вас быть. Поэтому, ну, что мы можем сказать, где взять деньги? Это целый такой, знаете, можно портал на эту тему открыть, и много-много-много людей будут обсуждать много-много разных тем, поэтому, давайте, эта тема не для сегодняшней конференции. Вот. Где посмотреть раздел «Лидерские бонусы»? Да, классный вопрос. Скинем скоро новость. «Лидерские бонус» можете написать, и будет он открываться. Ну, а что вам его сильно смотреть сейчас? Да, можете посмотреть, какая у вас эффективность фанрайзинговая в разделе «Топ-10» и, в принципе, понять, на что можно рассчитывать. Вот, ладно, скинем, да, я же сказал, сделаем сейчас раздел, он будет общедоступен, просто сейчас еще не все на виду, и поэтому не все акции, не все акции пока видны. Кстати, давайте напоследок напомним вам про акцию благотворительного фонда всем миром. Давайте, кто имеет такую возможность, я всех призываю принять участие в этой акции. Зайдите на сайт www.ru, www.ru, простая ссылочка, нажмите раздел «Акция» и примите участие в благотворительной акции, получите ценный подарок в конце ноября. все здорово, ну, а я пойду напишу «Лилу-Лале», для того, чтобы выяснить, что там за проблема. Все, друзья, до скорых встреч, все вопросы, как я сказал, пишите, на все ответим, вот, но это будет уже немножко позже. Все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok